Дмитрий Шуков, главный тренер команды «Короли Советов» по итогам матча Молодежной футбольной лиги против команды «Строгино». В чем главная причина неудачи сегодня? Вроде бы играли неплохо, но в итоге уступили. То, что мы попустили два и забили один. Хотя моменты были. Хотя моменты были. И, в принципе, первым таймом более-менее я доволен. Доволен. Потом вышли на второй тайм. У нас уже было такое. То есть, с «Спартаком» мы пропустили два мяча. То есть, в течение 40 секунд. Здесь мы пропустили тоже два мяча. Очень быстрых один с другим. В течение двух минут, по-моему, тоже. Потом немножко опять собрались. Выровняли игру. Забили. В конце опять мы тоже могли забить. Чтобы побежать та команда, которая забила больше, пропустила меньше. Ну, а все-таки, что случилось с командой? Или вот такие промежутки, несколько минутные, потери концентрации? Чем это вызвано? Думаю. Думаю. Некоторые очень расстраиваются. Некоторые перестают в эти моменты дорабатывать. Дорабатывать. Поэтому, наверное, так и случается. Если сравнивать этот матч с матчем первого круга, ну, здесь более упорная игра была. Первый матч. Мы вообще там собрались. У нас трое человек было на скамейке. У нас одним вратарем. Даже вратаря не было на скамейке запасных. То есть, команда только устроилась. Поэтому сейчас. Сегодня более целостная игра была, чем первая игра. Ну, опять же, результата как бы нету. Но так, по игре, по игре, в принципе, как бы там Строгино ничем не удивил. В принципе, мы знали, мы разбирали, как они играют. Ну, опять же, это футбол, это игра ошибок. Кто больше ошибется, тот и проиграет, скажем так. Все, спасибо, удачи вам. Владислав Тепляков, игрок команды Королевского Советов. Вроде бы играли неплохо, а проиграли. Почему, на ваш взгляд? Ну, потеряли концентрацию. Три минуты, два мяча. Второй матч уже со Спартаком было еще хуже за минуту. Потеряли концентрацию, не доработали где-то. Но потом пытались выровнять игру. Даже один мяч забили. Потом не хватило мастерства, силенок уже, чтобы добиться хотя бы ничьи. При счете 1-2, как вы считали, верили, что удастся спасти эту игру? Ну, конечно, верили, хотели забить. Парни загорелись, но не хватило, вот говорю, мастерства и сил где-то не хватило. Новые игроки, вот, молодые иногда тоже теряются чуть-чуть. Но надо прибавлять и думаю, что в следующем матче уже будет лучше. Все, спасибо, удачи вам. Артем Бескебальный, автор одного из двух забитых мячей. Игрок команды Строгино. Но, на ваш взгляд, 2-1, такая тяжелая победа. Почему так сегодня тяжело все было, в отличие от матча первого круга? Ну, сейчас матч, так скажем, был в обратную сторону. Потому что в первом круге, когда мы против них играли, у них такая же ситуация была. На скамейке было достаточно мало игроков, а мы подошли полным составом. И сейчас у них переполнена была скамейка, и у нас на замене было только три человека. Так что игра была тяжелая, и ребята бегали до последних сил, и терпели до конца. Вырвали эту победу, так скажем. Что сказал тренер после первого тайма? Вот так вот заряженные вышли на второй тайм. Он сказал то, что первый тайм ему, в принципе, понравился. Надо дожимать, контролировать игру, больше катать мяч, и наседать дальше на соперника. И гол придет. И еще сказал то, что если кто первый забьет, тот и победит в такой тяжелой игре. Вам приходится и в нападении, и в обороне. Как успеваете? В матче первого круга забили, сегодня тоже забили? Ну, такая позиция. Надо играть как сзади, так и спереди. Подключаться, стараться там и там играть хорошо. И я надеюсь, это видно, то, что старались. И надеюсь, получается, как сегодня забить и в прошлом туре с матчей с Крыльцоветом. Все, спасибо, удачи. Дмитрий Смирнов, главный тренер команды Строгино. Итог матча против команды Крыльцоветов. Победа 2-1. Более тяжелый, чем матч первого круга. Почему так сегодня получилось? Ну, Самара хорошая команда. Я так думаю, что в первом круге она не совсем по оптимальным составам, мне так кажется, с нами сыграла. И там была, не скажу, что легкая игра, просто забили. Здесь бы тоже при счете 2-0 было два очень хороших момента. Реализовали бы все, было бы, конечно, попроще. Но в целом, у нас небольшие кадровые проблемы. Спасибо пацанам, которые тут вышли, заменили, без потери качества. Спасибо команде. Мне в целом игра понравилась. Считаю, что заслуженно выиграли. А что вообще, вот я смотрю, заявочный список, всего 5 запасных, короткая скамейка. Что, в чем причина, что случилось? Тут разная история. Несколько травм, кто-то там по каким-то другим причинам не играл. Так, такая история сейчас. Ну, потихонечку будет выздоравливать. И к концу чемпионата, надеюсь, обойма наша, в основном, вернется в строй. Насколько важно вам быть в этой обойме тройки, скажем так, с Зенитом и ЦСКА? Нам важно показывать хорошую игру, которую в целом мы сегодня, допустим, показали. Если будем показывать хорошую игру, и, конечно, результат будет, и будем наверху. Конечно, это приятно всем нам, пацанам, команде. Конечно, это приятно и хорошо. Все, спасибо, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.